До конца боевого пути осталось примерно пару неделек, но уже подъехала первая такая небольшая, да не особо подробная, но тем не менее информация по поводу следующего рейда. Кто не в курсе, что такое рейда, это поменьше такое событие, чем боевой путь, но тем не менее оно тоже довольно таки интересное, оно длится тоже по времени не 3 месяца, а 30 дней и естественно награды там тоже менее жирные, как правило это какие-то облики, но как показал последний рейд, облики в последний раз были супер мега офигительные, но не реалистичные. И я знаю, что люди у нас, лагерь игроков разделился как правило на два типа, типа дайте мне что это за крабы на танке и огонь и лава вся эта фигня, дайте мне реалистичные, ну и на таких как я, которые просто тащились от этих обликов. Так вот, следующий рейд будет исключительно для вас, любителей реалистичности. Он будет приурочен к 30-й годовщине операции Буря в пустыне и так будет называться собственно говоря, рейд Буря в пустыне. Начнется он в апреле и во время ивента вы сможете получить 4 исторических облика, основанных на машинах, принимавших участие в боях в феврале 1991 года. В этой статье они подробно расскажут и покажут о первом облике, который вы сможете получить. Он будет для британского Челленджера 1 под названием Челленджер 1 МК-3 ОДС. Так что усаживайтесь поудобнее, немного истории. Британская часть Буря в пустыне называлась операция Гранби. Она началась 15 января 1991 года с атаки ВВС Соединенного Королевства. В течение месяца позиции противника подвергались регулярным ударам авиации. Наземные силы выдвинулись в атаку 24 февраля. За 66 часов войска Великобритании продвинулись по Ираку на 300 километров, уничтожив при этом три танковые дивизии противника. Этим успехом они во многом обязаны отличным для своего времени машинам Челленджер 1. 221 таких танков принимали участие в боях во время операции Гранби. Они принадлежали следующим подразделениям. 7-й бронетанковой бригаде «Пустынные крысы» и 4-й бронетанковой бригаде «Черные крысы». Обе бригады были сначала переброшены в Германию, а затем в ноябре 1990-го в Саудовскую Аравию. Перед наступлением машины подвергались доработке. Каким именно доработкам? Ну, во-первых, на них были установлены дополнительные блоки ДЗ и усилено бронирование. А машины были перекрашены, ну, естественно, под пустыню. Оснащены дополнительными местами для хранения воды и другого оборудования. Даже если вы в танке, но останетесь где-нибудь посередине пустыни без воды, ну, такое себе будет. Оборудованы дополнительными топливными баками, оснащены генератором дымовой завесы и снабжены улучшенной системой охлаждения. Боезапас каждой машины был также пополнен дюжиной снарядов L-26A1 для борьбы с Т-72М и армией Рака. Последние считались особой угрозой, требующей специализированного подхода. Несмотря на высокий уровень защиты Challenger 1, тактика сражения британцев предполагала, что находиться противник должен как можно дальше. Высококлассные оптические системы играли основную роль, позволяя вести сражение с расстояния в 3 километра. А если противник продвигался ближе, чем на 1,5 километра, британское командование немедленно давало приказ на отступление и набор дистанции. С 3 километров ни одна иракская машина не представляла для Challenger 1 реальные угрозы. Хотя в реальных условиях бои обычно шли на куда меньшей дистанции. Еще одним значительным преимуществом войск Великобритании была возможность использования GPS. Благодаря спутниковому наблюдению войска не блуждали по пустыне и всегда знали с какой стороны находится враг. Challenger 1 принимал участие во всех крупных танковых сражениях конфликта. Этими машинами был поставлен рекорд, самый дальний результативный выстрел. Один из экипажей королевского гвардейского шотландского полка Драгун уничтожил машину противника с 5110 метров. Ни в битве при Норфолке, ни в сражении Восток-73 британцы не потеряли ни одного танка, уничтожив при этом более 300 иракских ОБТ и более тысячи других машин. И тут конечно, насколько я какую-то статейку открывал, да фиг его знает где там правда, но вроде как все-таки один танк они потеряли. Ну и соответственно их супер-мега преимущество было естественно в том, что они сражались против каких машин? Ну соответственно явно отстающих по развитию, ну там каких-нибудь Т-55, да. Естественно челики в этом плане карали там просто в это время безбожно. Облик, который появится в игре основывается на машине королевского гвардейского шотландского полка Драгун. Он будет доступен для прогрессионного обычного челленджера первого. Он оснащен соответствующими эмблемами и знаками отличия, а также получит и вышеупомянутые улучшения, то есть дополнительное место для хранения на башне и внешние топливные баки. Обратите внимание, что один из топливных баков не окрашен. Это исторически достоверно, так как не все топливные баки были перекрашены после переезда из Германии. В контейнерах для хранения расположены камуфляжные сетки, а модель снабжена большим количеством мелких деталей, чтобы максимально точно воспроизводился реальный прототип. Так что первый облик, который вы сможете получить в грядущем рейде будет на челика. Соответственно, что называется, к гадалке не ходи, да, угадайте, какие будут облики другие, да. Вам просто будет достаточно открыть эту операцию, да, в бурю в пустыне и увидеть, какие там есть, какие танки там участвовали. То есть, ну, как минимум, помимо этого челика, там будет Абрамс, ну, скорее всего, наверное, тоже седьмого уровня. Скорее всего, будет 72-очка какая-то. А вот четвертый танк, честно говоря, не знаю, надо будет посмотреть, как думаете, какой еще, на какой еще танк добавят облик. Так что, в целом, как только боевой путь закончится, у нас опять будет такая небольшая передышка, да, и в апреле уже стартанет этот рейд, в котором можно будет получать настоящие исторические облики. Так что в этом плане разработчики молодцы, они поняли, что нужно и то добавлять, и то добавлять, чтобы все, в принципе, были довольны. Надеюсь, какие-то будут еще интересные изменения в этом рейде, да, потому что боевой путь у нас поменялся, и поменялся очень круто. Поэтому было бы неплохо, чтобы и рейд немножечко там как-то так подпилили, переделали, да, добавили тоже какие-то новые фишечки для того, чтобы поддерживать интерес до тех, кому эти облики не особо-то и нужны будут. На этом у меня все. Не забываем ставить пальцы вверх, подписываться. Увидимся в новом видео. Всем пока!